МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА В Днепре правоохранители проверяют законность выдачи справок медиками, кого и в чем подозревают. Разрешите выбирать. В Брюсселе граждане других стран хотят голосовать на городских выборах. Каковы шансы получить это право? Один украинский боец погиб сегодня на Донбассе. С начала суток боевики открывали огонь 11 раз, в том числе из запрещенных орудий. Нашим армейцам приходилось стрелять в ответ. Готовятся военные к возможному наступлению врага. Танковые подразделения отработали действия на случай отражения масштабной атаки. Геннадий Вивденко побывал на этих маневрах. На этих учениях украинские бронемашины отрабатывают танковую атаку. В ответ на наступление врага цели поражены. Если противник начнет наступ и будет прорвать наш передний край, то мы с использованием резервов высуиваемся и даем висич. Сейчас отрабатывается эвакуация раненого. По легенде, украинский танк попал на мину. И вот выехала специальная группа для того, чтобы эвакуировать раненого танкиста. Молодой механик-водитель Артем, танк которого условно подбили, рассказывает о только что полученных навыках. Танки преодолевают препятствия. Экипаж использует минный трал. В условной контратаке задействован взвод одной из танковых бригад. По сценарию учений на помощь приходят боевые машины пехоты. Путь перед ними под условным огнем. Взвод БМП с пехотинцами обходит водную преграду и оказывается во фланге воображаемого противника. Отрабатывают и противовоздушную оборону. Зенитная установка на одной из боевых машин контролирует небо во время условного боя. То есть супостат, который стоит напротив, будет пытаться прорвать оборону, то мне будет задача к танковой бригаде отновить положение по переднему краю, дать допомогу побратимам, которые находятся перед нами. Мы готовимся к выполнению мети операции, назначенной соответствующим законом. Эту мету мы обязательно выполняем. Мета операции визначена. Звольнение и установление конституционного лада на всей территории Донецкой и Луганской области. А что касается врага, ему точно будет неперерыв. Очередные два бронетанковых взвода отработали боевое слаживание. Сейчас украинские танки, согласно Минским соглашениям, отведены от линии фронта. Но в случае наступления противника они очень быстро придут на помощь пехоте на передовой. Тут до нее совсем близко. Геннадий Вивденко, Даня Косаковский, Анатолий Воробей. Подробности. Телеканал Интер из Донецкой области. Прогресс, но без прорыва. В ночь на вторник в Берлине завершились многочасовые переговоры министров иностранных дел нормандской четверки. О чем договорились главные дипломаты Германии, Франции, Украины и России и в каком вопросе до компромисса сторонам еще очень далеко. Татьяна Лугунова продолжит. Начали засветло, завершили затемно. Переговоры дипломатической четверки, которые потом плавно перешли в рабочий ужин, продолжались более пяти часов. Итоги резюмировал хозяин встречи министра иностранных дел Германии Хайка Масс. Прогресс есть, прорыва нет. У нас был очень подробный, открытый и конструктивный разговор. Его целью было вдохнуть новую жизнь в минский процесс и в договоренности, на которых он базируется. И нам удалось достичь понимания по многим вопросам. Договорились в очередной раз обеспечить режим прекращения огня на Донбассе и отвод тяжелых вооружений, ускорить процесс разминирования региона. В этом готовы помочь Германия и Франция. И сделать все возможное для скорейшего освобождения украинских заложников и политзаключенных путем обмена. А вот в вопросе миротворцев пока не удалось даже приблизиться к компромиссу. Мы договорились поручить политическим директорам наших ведомств продолжить переговоры о параметрах возможной миссии ООН. Они состоятся в ближайшие недели. Обе стороны, в принципе, открыты для такой миссии. Но представление Украины и России о том, какая она должна быть, каким будет мандат и зона ответственности миссии, пока далеки друг от друга. Тут наши позиции находятся в разных всесвитах. Между нами действительно всесвит. Мы по-разному понимаем наши договоренности. Мы по-абсолютно разному понимаем, какая должна быть миссия. Лавров наполягает на том, что это должен быть фейковый защитой СММ. Наша логика – это должен быть реальная миссия для территории всего оккупированного Донбасса, которая должна поступительно перебирать контроль и, конечно, допомогать и в установлении реальной безопасности, и в контроле над важным оружием, и потом в реальном оружием. А потом, когда безопасность будет достигнута, потом переходить к вопросам организации вильных и честных выборов. Переговоры продолжат, и не исключено, что вскоре дипломатическая четверка соберется снова. А вот договоренности о проведении саммита лидеров Нормандского квартета пока нет. Дипломаты не спекулируют даже на тему его возможной даты. Дескать, лидеры Франции, Германии, Украины и России встретятся. Но только когда эта встреча будет хорошо подготовлена и появится шанс достичь в ходе переговоров реальных результатов. Татьяна Лугунова, Павел Лысенко. Подробности немецкое. Бюро телеканала Интер. Украина подала в Международный суд ООН меморандум по делу против России о нарушении мировой конвенции, которая запрещает финансирование терроризма и все формы расовой дискриминации. Об этом на своей странице в соцсети сообщил президент Петр Порошенко. Украина просит признать Россию виновной в оказании помощи незаконным вооруженным формированиям на Донбассе, которые причастны к совершению террористических актов в нашей стране. Также в УСКе говорится о нарушении прав крымских татар и украинцев в иннексированном Крыму. Сегодня же Петр Порошенко в Турции участвовал в открытии трансанатарийского газопровода. Это первая нитка южного газового коридора, по которому топливо пойдет из Азербайджана в Турцию, а затем в страны ЕС в обход России. Президент Азербайджана Альхам Алиев предложил Украине присоединиться к проекту Южный газовый коридор. Первые поставки ожидаются в 2020 году. 10 миллиардов кубометров. Доступ к азербайджанскому газу позволит многим странам Центральной и Юго-Восточной Европы диверсифицировать поставки. Как показывает последнее десятилетие, энергетические ресурсы стали в руках Путина инструментом давления на политику многих стран, либо же инструментом наказания, в случае если попытки давления были безуспешными. 20 провинций, 67 районов через Дарданеллы в страны ЕС. В зависимости от спроса, количество поставок газа по этой магистрали может возрасти до 30 миллиардов кубометров в год. Миссия МВФ прибудет в Киев, как только украинская власть пересмотрит тарифы на газ для населения. Об этом сообщил глава Нацбанка. Яков Смоли отметил, что приезд миссии, а вместе с этим и получением пятого транша, напрямую зависит от выполнения Украиной условий Международного валютного фонда, в частности, доведение тарифов до рыночного уровня. Напомню, Киев рассчитывает получить от фонда почти 2 миллиарда долларов кредита. Так у нас остались неозгодненные вопросы реформирования газового сектора и также другие вопросы, которые есть в миссии МВФ. Свои условия, правда, уже к обмину выдвигают и в НАК «Нафтогаз Украины». Глава компании Андрей Коболев пригрозил отключить от газоснабжения 129 населенных пунктов в 16 областях страны. Об этом говорится в письме Коболева на имя премьер-министра Владимира Гройсмана, глава монополиста. В частности, указывает, что «Нафтогаз» является владельцем газораспределительных систем и хочет получать плату за эксплуатацию сетей наравне с государством. Поэтому, если тарифы не пересмотрят, украинцы попросту могут остаться без газа. Эпохальная встреча и исторические решения. Северная Корея пообещала отказаться от ядерного оружия в обмен на гарантии безопасности со стороны США. В Сингапуре состоялись переговоры между Дональдом Трампом и Ким Чен Ином, о чем договорились бывшие враги. Узнаете в материале Светланы Чернецкой. Встреча века. Еще несколько месяцев назад они угрожали друг другу Третьей мировой. А сегодня радостно жмут руки. Дональд Трамп и Ким Чен Ин на глазах у всего мира творят историю. Впервые за 50 лет встречаются лидеры США и Северной Кореи. Прошлое надело на нас оковы, а прежние предрассудки и привычки были препятствиями. Но мы преодолели их и сегодня оказались здесь. Почти 40 минут политики беседовали один на один в присутствии переводчиков. После чего встреча двух лидеров перешла в поздний завтрак с азиатским привкусом. На закуску салат из осьминога. На горячие говяжьи ребрышки и свинина в соусе чили. На десерт шоколад, мороженое и вишневый пирог. По окончании Трамп показал новому другу свой лимузин под названием «Зверюга». А дальше снова к серьезному – подписанию документов. Мы решили оставить прошлое позади. Мир увидит огромные изменения. Для нас обоих все сложилось гораздо лучше, чем кто-либо ожидал. Трамп и Ким подписывают соглашение из четырех пунктов. Главное – Пхеньян избавится от ядерного оружия. А Вашингтон предоставляет ему гарантии безопасности. Впрочем, в документе весьма расплывчатые формулировки и никакой конкретики. Ни слова о дате выполнения сделки или последовательности действий. Впрочем, отдельный пункт – об установлении мира на Корейском полуострове. Официально он находится в состоянии войны почти 70 лет. Президент Трамп и лидер Ким Чен Ын заслуживают самой высокой похвалы за их мужество и смелое решение. Ким Чен Ын полетел домой сразу же по окончанию встречи. А вот Дональд Трамп собрал большую пресс-конференцию для мировых СМИ. Более часа он отвечал на вопросы, а их было много. Объяснил, что все технические детали договора будут согласовывать команды переговорщиков. Их первая встреча состоится на следующей неделе. Но предупредил – быстрого прогресса ожидать не стоит. Полная денуклеаризация занимает много времени. С точки зрения науки я об этом много читал. Но хорошая новость – процесс скоро начнется, и мы сделаем его настолько быстрым, насколько это возможно. Впрочем, санкции против Северной Кореи снимем только тогда, когда они уничтожат последнюю ядерную боеголовку. Главной уступкой со стороны США стал отказ от военных учений с Южной Кореей. Их проводили регулярно на суше и на море, чтобы продемонстрировать Пхеньяну военную силу. Впрочем, Америка не спешит забирать своих солдат. На корейском полуострове сейчас 32 тысячи военных. Сейчас успех этих переговоров заключается в том, что они вообще состоялись. А дальнейшие результаты полностью зависят от доброй воли Пхеньяна. Если Северная Корея действительно решит начать процесс уничтожения ядерного оружия, то это станет началом больших перемен не только для страны, но и для мира в целом. Светлана Чернецкая, Сергей Дубинин. Подробности – телеканал «Интер». От вражды и противостояния к конструктивному диалогу. Как ставить во главу угла национальные интересы и садиться за стол переговоров с оппонентом? Украинским властям следует поучиться у Соединенных Штатов и Северной Кореи. Так считает лидер оппозиционного блока Юрий Бойко. Северной Кореи При этом принимать политические решения по установлению мира на Донбассе необходимо уже сегодня, отметил Юрий Бойко. Так он прокомментировал результаты встречи в нормандском формате. Сегодня же оппозиционеры говорили и об экономике. Государство должно поддерживать отечественные предприятия, защищая свой рынок. Подробнее о нашем материале. Дом с химерами в Киеве. Десятки резиденций, дворцов и вилл по всему миру. За четверть века мебельная фабрика в Новограде-Волынском обустроила сотни объектов. На предприятии работает более 200 человек. И такая фабрика, на которой мы присутствуем, она больше потерпает от контрабанды лесу, потому что вывозится сыровина, а реальный сектор экономики вот тут, не створяющая рабочее место. Оппозиционный блок проголосовал за запрет экспорта леса Кругляка. Но, несмотря на это, древесину продолжают отправлять за границу целыми составами. Это ганьба, что сегодняшняя влада допускает такую контрабанду и неконтрольованный вывоз сыровины из страны, мебельное предприятие в Украине. Они имеют колоссальный потенциал. И если остановить этот вывоз Кругляки, дать им возможность уменьшить тарифы на энергетику, дать им возможность отримать кредиты, поддерживать их сзади, лоббиотов за рахунок того, что держава должна работать на внешних рынках, то это даст поштовь в этой галузе, а это высокоинтеллектуальный труд. Это выработка, это рабочие места, это поддержка и податки державы. Пообщаться с политиком сегодня пришли и военные пенсионеры. Всех их интересовал один вопрос – когда власти восстановят социальную справедливость? 25 лет отслужил, 20 лет отработал на гражданке, стаж 45 лет, но в настоящий момент сижу на субсидии, так как не могу заплатить за квартиру. Я прослужил 27 лет в звании подполковника, сейчас получаю 1500, хотя такие же офицеры с такими же званиями, с такими должностями получают значительно больше. Это несправедливость. Оппозиционеры пообещали ветеранам в погонах, что будут отстаивать их интересы в сессионном зале. В наших приоритетах в Житомирской области есть два главных задача. Первое – это поддерживать тех людей, которые уже отработали, отдали и служили государству. Поддерживать пенсионеру, человек старшего века. Именно поэтому законопроекты и действия нашей партии в Житомирской области спрямованы на восстановление социальной справедливости по отношению к військовому пенсионеру, по отношению к любому пенсионеру. Они люди очень дисциплинованы, очень долго терпели, но терпец ворвался. И они поддерживали то, что они будут готовы выйти до Верховной Рады, когда будет приниматься бюджет, для того, чтобы врахованы были их справедливые вымоги. Потому что они правы. А государство должно перераховать им пенсии по закону. Также государство не должно забывать и о культурном наследии страны. Об этом оппозиционеры заявили по сети в Литературно-мемориальный музей в лесе Украинки. Лина Зеленская, Андрей Ярковой. Подробности – телеканал «Интер». Лес на дровах. В Львовской области жители сел масса уничтожают деревья, чтобы подготовиться к зиме. Нарушителей в инспекции предлагают штрафовать. На какие суммы и остановит ли это, вырубку выясняла Галина Якушко. 113 тысяч гривен. Такой счет выставили экоинспекторы за сотню спиленных деревьев в селе Доброгостов. Грабы, ольха, бухти и ивы были абсолютно здоровыми и росли здесь не один десяток лет. Экоинспекторы уверены, деревья спилили местные жители. На дрова. Еще часть продали. Сельская рада в любом случае, как особа, которая отвечает за данную территорию, должна бы следовать. Оскільки эти зеленые насаджения, они имеют какую-то прямую деятельность. Это защит от витров, от заснижения, от уменьшения воды, от затопления и тому подобное. Вот этот пенек, вот этот пенек, вот этот пенек. Вон еще два пенка стоят. Сельский голова своей вины не признает, напротив считает, что рощу нужно было прорядить. Говорит, раньше здесь было пастбище, сейчас все заросло и негде выпасать скот. Это, конечно, звернуется к экологическому службу, подбираются эти чагарники все раз ближе к села. Тут, так или иначе, нужно вырезать, нужно официально, чисто по закону, и освободить площадь для выпаса курьев. А вот местные активисты уверяют, еще немного и расчищать будет нечего. Из-за подорожания газа люди массово начнут заготавливать дрова. Даже не то, что дерева, а чагарники не залишатся. Они просто их зимой будут топить. Зимой, в связи с тем, что субсидий нет, дрова подорожила, вы знаете, все, соответственно, дороге, и люди намужут выжить. Они просто будут вырезать. В любом случае, такие вырубки деревьев незаконны, поэтому экологи передали материалы правоохранителям. Теперь полиция должна найти виновных. Галина Якушкина, Голубенко, подробности, телеканал Интер, Львовская область. В Днепре состоялось выездное заседание Комитета Верховной Рады по вопросам соцполитики. Народные депутаты Сергей Каплина и Наталья Королевская пообщались с пенсионерами, побывали в управлениях пенсионного фонда и соцзащиты. Люди рассказали, сейчас чаще всего сталкиваются с тем, что им отказывают в оформлении субсидий по тем или иным причинам. Такие заседания парламентского комитета, заявил Каплин, планируют провести во всех регионах страны. Мы уже здесь видим как минимум 15-10 позиций, которые необходимо учесть, отредактировать это постановление, добиться, чтобы Кабмин вынес другое постановление и оставить людям субсидии. Вместо того, чтобы экономить на этих сумасшедших премиях нефтегаза, вместо того, чтобы экономить на содержании власти в стране, экономят на простых украинцах. По большому счету, план правительства сегодня, как минимум 70% тех людей, которые получали субсидию, лишить этой субсидии. При нынешнем размере пенсии, безработице, заработной платы, оплатить тарифы эти заоблачные невозможно. И они сейчас специально реализуют программу, чтобы сейчас на первом этапе лишить людей субсидий, на втором этапе выставить людям штрафы. 140 тысяч гривен за ребенка. В Черкасской области жительница одного из сел хотела продать свою новорожденную дочь. Женщина активно искала покупателей. Еще будучи беременной, накануне родов, ей удалось договориться через знакомых с семейной парой, которая предложила выгодную цену. Сделку провели прямо на пороге роддома. Как только мать получила деньги, ее задержали. Покупатели оказались полицейскими. Против женщины открыто уголовное производство. Ей грозит до 15 лет тюрьмы. Дитина на данный момент перебывает в областной детской лекарне Черкасской области. Женка затримана, проживает следствие. Но я хочу обратить внимание на то, что в данной жене это третья дитина. И в поле зору национальной полиции она до этого не потрапляла. В НАБУ не боятся проверок. Об этом сегодня во Львове заявил директор национального антикоррупционного бюро Артем Сытник. Дескать, скрывать нечего. А вот Верховная Рада вопросы аудита ведомства заполитизировала и рассматривала как возможность расправы над бюро, отметил Сытник. И добавил, что НАБУ обратилась к американским и европейским коллегам с просьбой провести свое независимое оценивание. Я считаю неправильным, когда мы уже работаем третий год и ни разу не проводился аудит. Мы одновременно говорили про то, что аудиту мы не боимся. И приходите, мы в открытии, в розорье. Все, что нужно, мы вам покажем, предъявим и делаем свои выяснения. Поэтому, я думаю, что третий аудитер заявит за необычным часом и распочнется эта процедура. Не словом, а делом. Владимир Гройсман посоветовал заму главы Минздрава Александру Линчевскому лечить онкобольных. Сегодня премьер встретился с руководством министерства после скандала. Вокруг слов замминистра о лечении онкобольных за рубежом. Глава Кабмина считает, что люди, которые имеют отношение к медицине, должны иметь доброе сердце и уметь сопереживать. Поэтому Линчевский, по мнению премьера, должен доказать всем своими последующими шагами, какие у него на самом деле взгляды, принципы и моральные качества. Мне шкода, что слова в вырвании с контекста, с закрытого заседания, на котором мы отстойвали позицию министерства, что до поддержки тяжкохворых пациентов. Они были перекручены. Мы защищали и защищали программу поддержки тяжкохворых, как бы тяжко это ни было, и какие бы трудности не стояли перед Министерством, как перед командой. Можете говорить много, но есть действия. Я бы хотел, чтобы эти действия вы выяснили как преоритет. Знайдите госпес, знайдите онколекарню, где есть такие хворые, поза рабочий час. Придите к ним, и как фаховый лекарь, и добрая людина. Допоможите им, поддержите. Я бы порадил всем, кто артикулювавший, говорил про ваши слова, может подивитесь на вас с другой стороны, а потом сделать выяснение. Я говорил про это раньше. Я хочу только справедливости. Коррупционный скандал в Днепре. Правоохранители проверяют законность справок об инвалидности, которую выдавала одна из комиссий областного центра медико-социальной экспертизы. Ее сотрудники уже уволены, а в ближайшее время депутаты областного совета должны решить судьбу руководителя центра. В конфликте разбиралась Елена Миндалюк. С января пятая комиссия областного центра медико-социальной экспертизы, где выдают справки об инвалидности, не работает. Двери кабинетов опечатаны. В прошлом году правоохранители заинтересовались законностью выданных здесь справок. Практически сразу все сотрудники ушли на больничный, а через три месяца их уволили. Следствие же продолжается до сих пор. В областной комиссии номер пять председателя Лукьянинска Татьяна Михайловна возбуждено три уголовных дела. На сегодняшний день все сотрудники этой комиссии уволены. Увольнение угрожает и директору центра. Еще в апреле комиссия облсовета по вопросам ЖКХ постановила, снять Виктора Консура с должности. Как сказано в протоколе заседания за систематические нарушения. Правда, какие конкретно председатель комиссии прокомментировать нам отказался, не знает у них и сам Виктор Консур. На заседание его не пригласили. С точки зрения законов, законности, председатель для принятия такого протокола практически нет. Как можно освободить особу, которая выполняет свои обязанности. Прежде всего, что выкорена коррупция в областном МСЕК на сегодняшний день, то есть регион МСЕК, дайте попрацевать лекарю, в конце концов. На днях состоялось очередное заседание комиссии по вопросам ЖКХ и коммунальной собственности. Вопрос об увольнении директора центра не стоял, поэтому слушать участников АТО, которые пришли поддержать его, никто не стал. Люди, которые не имеют образования в той сфере, хочут вынести решение главврачу за его работу, некомпетентную работу. Громадской спротив. В комиссии менять свое решение не собирается и готовит проект постановления, которое хотят вынести на ближайшую сессию облсовета. Ведь только депутаты имеют право либо уволить Виктора Консура, либо оставить в должности. Елена Мадалюк, Евгений Коднецов. Подробности. Телеканал Интер. Днепр. Медицина, национальная безопасность и права человека. В Киеве сегодня обсуждали приоритеты в развитии государства. Израильским опытом на конференции по госуправлению поделился посол этой страны, Элиав Белоцерковский. На встречу пришли представители украинского правительства. По словам вице-премьера по вопросам евроинтеграции Иваны Климпуш-Ценцадзе, нашим чиновникам есть чему поучиться у израильских коллег. Иваны Климпуш-Ценцадзе, что израиль показывает, как сегодня можно удерживать свою независимость, свою территорию, свой народ и делать это успешно, и делать это уверенно. Перед Украиной, которая сейчас, так же, как и израиль, утверждает свою государственность, стоит много таких подобных выкликов, которые знакомы израилю, и которыми мы сподеваемся тоже против этих дней, против этой дискуссии надихнуться. Меня часто спрашивают, в чем секрет Израиля, как удалось выжить в таких условиях. Любой ресурс нужно развивать, и поэтому философия израильского государства – развитие человеческого ресурса. Что это значит? Прежде всего создать условия для людей, чтобы они оставались в стране, а не эмигрировали. За право голоса для приезжих борются иностранцы в Брюсселе. Активисты подготовили петицию с обращением к властям разрешить голосовать на выборах в гурсовет экспатам. Это есть гражданам других стран, которые живут и работают в столице Евросоюза. Елена Абрамович продолжит. Представить Брюссель без иностранцев трудно. Они составляют более трети населения города. Многие работают в Европарламенте. Большинство – французы и марокканцы. Они платят налоги, тратят свои деньги, но голосовать на городских выборах не имеют права. Группа экспатов решила исправить ситуацию. Запустили петицию и собирают подписи, чтобы вынудить власти внести изменения в закон и дать право голоса иностранцам. Эти 220 тысяч граждан Евросоюза и 90 тысяч представителей других национальностей становятся второсортными жителями столицы, поскольку они исключены из демократического процесса. Но будут ли приезжие пользоваться этим правом – вопрос. Ведь всем, кто живет в городе более пяти лет, еще с 2000 года разрешено голосовать. Правда, лишь на выборах в коммуны, то есть районные советы. Но делают это они неохотно. На последних таких выборах их явка становила всего 15%. Одна из причин – незнание языков. Их в Бельгии три – французский, нидерландский и немецкий. Но даже те, до кого язык не преграда, все равно малоактивны. Мы видим, что это работает довольно плохо. Например, в Укле, в моем районе, 10% французов. Это довольно большое количество. Но 90% из них не голосуют. Поэтому сначала необходимо понять, почему они не идут на выборы. И лучше информировать иностранцев. Еще одна преграда – сложность процедур и угрозы штрафов. Иностранцы должны выслать прошение и копию своего документа по почте еще за несколько месяцев до выборов. А если не явятся, нужно платить штраф от 25 до 125 евро. Кстати, для граждан страны голосование обязательно. Поэтому явка составляет 90%. Но из-за равнодушия экспатов Бельгия – одна из первых в рейтинге стран Евросоюза с самой низкой активностью избирателей. Из Брюсселя Елена Абрамович, Евгений Каминский, подробности. Европейское бюро телеканала Интер. Отравление грибами в Днепре. На больничных койках оказались 6 человек, двое из них дети. Медикам пациенты рассказали, что на выходных семья отдыхала на даче в селе Песчанка под Днепром. Отец и 15-летний сын собрали 11 ведер грибов. Часть приготовили на ужин, пригласили соседи, а уже утром всех отвезли в больницу. Медики предполагают, что все отравились бледной поганкой. Сейчас состояние пострадавших стабильное. Впрочем, миновала ли опасность, врачи с уверенностью пока сказать не могут. Палоидины, которые начинают работать с первых 20 минут попадания, они в это время уже поражают печень. Поэтому до третьих-пятых суток никто прогноза никакого не дает. Это связано с тем, что у нас нет точной лабораторной диагностики, это бледная поганка нет. Очень похоже по клинике. Сберечь одно из лучших учебных заведений Ривненской области требуют жители поселка Млинов. Чиновники затеяли реорганизацию гимназии с углубленным изучением иностранных языков. Ее хотят объединить с обычной школой. Главный аргумент – нет денег. Родители с этим категорически не согласны. Продолжит Снежана Седорук. Семиклассник Денис показывает свой табель. Отличник. Учится в Млиновской гимназии. Недавно стало известно. Градет оптимизация. Я лично переживаю за то, что как выпускный класс для моего детей не пройдет, и как она будет готова до своего будущего. Сейчас менять, ломать что-то для нее лично, меня это тревожит как отец. И я категорично против. Родители говорят, готовы отстаивать право своих детей на лучшее образование. Результаты внешнего независимого оценивания учеников гимназии – одни из самых высоких по Украине. Это не закрывается какая-то некомплектная школа, малопотужная, аварийная, что разваливается. Здание в хорошем состоянии. На территории спортзала – столовая, компьютерный класс. Активисты подозревают, кто-то положил глаз на помещение. Эта школа чудово находится на березе речки. Более речки находится стадион. Почему тут гутель не построить? Ничего подобного в планах не было, уверяют чиновники. В помещении гимназии под одной крышей разместят все детские кружки и секции, которые сейчас разбросаны по всему поселку. А гимназиста переселит в третью школу Млинова. Совсем рядом. Говорят, места хватит всем. Школа рассчитана на тысячу учеников. Оптимизацию объясняет сокращением финансирования. Не хватало и не хватает сейчас. 6 млн 255 тис. грн. Пропонировалось объединить два учения. Лицей, скажем, в гимназии учатся 350 ученых. В третьей школе 330. Разом это 680. Гимназия 10 лет уже работает как школа с погибленным вивчением иноземных мов. Объединять учеников, которые изучали 3, 5, 7 лет иноземную язык и с теми, которые изучали ее просто за общественной программой, я, например, сам затрудняюсь сказать, как это можно сделать. Окончательную судьбу гимназии решат местные депутаты на сессии в конце июня. Родители учеников и учителя намерены бороться до конца. Они уже выходят на акции протеста, перекрывают дороги. Если чиновники их не услышат, готовы и дальше блокировать трассы и даже объявить голодовку. Снежана Сидорук, Николай Василюк, подробности, телеканал Интер, Ревненская область. Полторы сотни специалистов в сфере медиа. В Киеве состоялся 12 выпуск Интершколы. Журналисты, продюсеры, режиссеры, монтажа, операторы и ведущие уже сделали первые шаги в профессии. 25 выпускников вскоре пройдут стажировку на каналах Интермедиагрупп. Лучшим предложат работу на телеканале Интер. Сегодня же определили победителей пятого юбилейного Интерфильмфеста. Это Дмитрий Миленко и Дмитрий Бивзюк. Они представили кинотриллер под названием «У нас был школьный бал». 14 месяцев – это с начала идея, написание сценарию, съемка и монтаж. Найсладнейшее и однажды это было интереснее – выбрать команду. Никто из нас не является профессионалом, никто из нас не имеет какой-то киноосвяти. Все на своем энтузиазме. Оценивалось все – качество картинки, качество сценария. Вот все, что в работах имеет значение, оценивалось именно с той точки зрения, чтобы зритель потом не переключился, а смотрел. В Великобритании набирает популярность подводный хоккей. Невзря на то, что этот вид спорта стал профессиональным совсем недавно. Чем он так привлекает? Об этом знаете далее в сюжете. 12 пловцов гоняют по дну бассейна небольшую шайбу. Все они только в масках и ластах. Никаких водолазных костюмов. В руках небольшая палка. Это подводный хоккей, или как его называют в Британии – октопуш. Сейчас этот вид спорта становится здесь все более популярным. Невероятная физическая нагрузка. Ноги и легкие просто горят. Здесь трехметровая глубина. Нужно нырнуть до самого дна, идеально рассчитать время. А после подняться обратно, вынырнуть, поддержать свою команду, набрать воздуха и снова под воду. Это хороший заряд адреналина. Когда ты одна из самых маленьких игроков в бассейне, то очень весело обходить соперников, которые в два раза больше тебя. В матче принимают участие две команды по 10 человек. Но играют только шестеро. Остальные стоят на бортике, чтобы заменить коллег. Игроки не привязаны к какому-либо участку подводного поля. Они могут плавать по всему бассейну. Матч длится 20 или 30 минут. Время зависит от правил турнира. Это прекрасный командный вид спорта. Здесь все зависит от участников. Под водой никто не разговаривает с друг другом. Поэтому все должно быть спланировано еще до того, как нырнешь. Это делает подводный хоккей невероятно тяжелым видом спорта. Правила подводного хоккея придумали в 1950 году в градстве Эссекс. Изначально играли в бассейне только зимой, поскольку для дайвинга море в это время слишком холодное. Но вскоре Октеппу стал полноценным видом спорта. В 1980-м в Канаде провели первый чемпионат мира по подводному хоккею. А сейчас им профессионально занимаются более чем в 20 странах. Алиса Орлова, Виталия Кушмурук. Подробности телеканал Интер. Кто забросал снежками президента Чили? За что отправили в тюрьму взятие испанского короля? И в какой стране слоны играют футбол лучше, чем люди? Об этом они только далее в нашем обзоре. В американском Колорадо бушует сильный лесной пожар. Огонь охватил более 70 квадратных километров на юго-востоке штата. Сотни местных жителей эвакуированы. Лес в этом регионе горит с начала месяца. Пожарные подразделения предполагают, площадь возгорания может увеличиваться. Потушить огонь полностью мешает сухая и ветреная погода. В столице Чили впервые за много лет выпал снег. Многие бросили на пару часов все дела, чтобы побегать по заснеженным тротуарам и сделать фото на память. Первая леди страны Сесилия Аморель тоже не упустила возможности побросать снежками своего супруга, президента Себастьяна Пиньера. Метеорологи утверждают, что снег посреди лета вызван резким снижением температуры. И такая погода продержится еще минимум неделю. Швейцарский город Лозанна пострадал от мощных ливней. Затопила главные улицы города. Частично разрушена железная дорога. Всего за один вечер выпало около 40 миллиметров осадков. Спасатели эвакуировали несколько семей из-за угрозы обвала домов. О пострадавших не сообщается. Верховный суд Испании приговорил к шести годам тюрьмы зятя короля Филиппа VI. Иньяки Урдангарина обвиняют в финансовых махинациях, в том числе в мошенничестве и уклонении от уплаты налогов. Обвиняемой по этому делу проходит и сестра короля, принцесса Кристина. Ее обвинили в соучастие в хищении денег, однако в результате присудили только штраф. В Лос-Анджелесе состоялась крупнейшая выставка игровой индустрии. Десятки компаний порадовали своих фанатов долгожданными новинками и продолжениями культовых игр. Некоторые из них можно будет приобрести уже в этом году. Разнообразие не оставило никого равнодушным. В этом году особенно популярными стали шутеры и симуляторы от третьего лица. В Таиланде в футбольном матче против людей сыграли слоны и выиграли со счетом 2-1. Соревнования провели в древней столице городе Аютхая. Разукрашенные гиганты с легкостью обыграли команду студентов благодаря своим внушительным размерам. Матч посвятили предстоящему чемпионату мира по футболу. А заодно напомнили жителям и гостям страны, что ставки на спорт в Таиланде вне закона. Больше новостей, как всегда, на нашем сайте. Подробности.ua, а в прямом эфире увидимся уже завтра. Я желаю вам хорошего вечера и до встречи. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова